Спонсор канала компания Thermaltake. Thermaltake. Игра еще легче. Всем привет! Я Алина и с вами снова Технокухня. Сейчас мы рассмотрим кулер Deepcool Lucifer версии 2. Несмотря на громкое название, данная модель предназначена главным образом для очень тихих систем и даже пассивных. Этому способствует большая толщина пластин радиатора 0,5 мм и огромное межреберное расстояние 2,7 мм. От первой версии отличий никаких, кроме смены расположения трубок. Да и то производитель просто зеркально отразил трубки. Зачем это было сделано, непонятно. Может быть в этом положении выигрыш 1-2 градуса. Хотелось бы это проверить. Конструкция фирменная, хотя модель напомнила нам Silverstone Heligan 2. В остальном первый и второй Lucifer одинаковы во всем. Включая высоту 16,8 см и вес 896 граммов. Высота не самая лучшая. Могут быть проблемы с размещением во многих корпусах. И это нужно учесть. Что представляет из себя кулер? Никелированная башеная конструкция из 36 алюминиевых пластин. Пластины пронизывают 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Пластины просто нанизаны на трубки, а не припаяны. Никаких фиксирующих замочков нет. Поэтому на высоких оборотах можно слышать металлический ляск. Благо кулер рассчитан на эффективную работу с небольшими оборотами. В отличие от пластин, медно-никелированное основание припаяно к тепловым трубкам. Но хоть на этом спасибо. Также понравилось отполированное дезеркальной поверхности основание. Несмотря на сравнительно большую толщину радиатора, Deepcool Lucifer оснащается всего одним 140 мм вентилятором. Хотя тут уместно смотрелись бы два вентилятора. Но к счастью, в комплекте есть скобки для второго вентилятора. И в будущем мы проверим работу кулера с двумя вентиляторами и впишем полученные результаты в таблицу. Обороты от 700 до 1400. Хотя с Риабасом можно заставить работать вентилятор на 300 оборотах. Вентилятор основан на гидродинамическом подшипнике. Производитель дает гарантию 3 года. Вентилятор хороший, с антивибрационной рамкой. Но по нашим прикидкам он все же уступает знаменитой модели от Thermalright. Хотя не на много. В комплекте вы найдете крепление для всех актуальных сокетов Intel и AMD, а также тюбик с термопастой. Естественно, мы провели тесты. Получили 57 градусов пики для FX8350, разогнанного до 4,4 ГГц. Результат средний, неплохой. Но мы скажем так, для разгона есть более удачные и дешевые модели. Скажем, L32 от Thermaltake. До Machu 40 ему далеко. Остается только применение в качестве пассивной или полупассивной модели, когда собирается очень тихий компьютер для фриков тишины. За 2350 рублей вы не найдете ничего близкого. Таким был кулер от Deepcool и мы вручаем ему серебряную награду. А с вами была Арина, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!